друзья мои дорогие всем добрый день не раз уже на своем канале я затрагивала тему разных видов разных типов нарциссов и грандиозных мы с вами в том числе разбирали но давайте поговорим о них еще в этом видео расскажу вам про некоторые такие секретики пространности в их поведении действительно особенности которые свойственны очень многим грандиозным нарциссам и есть этим особенностям свое объяснение но для начала давайте по основным признакам пройдемся что же это за личность такая потом уже к странностям и секретам первое дам то есть что этого человека вообще выдает они очень демонстративные демонстративные с таким активным выпячиванием своего эгоцентризма своего эгоизма сосредоточенностью на персоне своей то есть их много они занимают это пространство они завоевывают это пространство то есть грандиозного нарцисса или нарцисску просто невозможно не заметить они а склонны вообще достаточно открыто использовать других людей то есть даже особо не замазывать это все не прикрывать это все какими-то там дом типа добрыми намерениями или там знаете как там ой да вам показалось нет там будет очень много такого да я так хочу да да мне так важно да я привык привыкла использовать других людей там идет вот это вот зацикленность на себе и нередко самолюбование многие из них сосредоточены на внешности далеко не всегда это знаете именно зацикленность на в на внешности как на таковой хотя такого тоже много именно там красота черт лица там дорогая одежда и прочее кто-то из них вообще зациклена знаете на своем образе на то как их воспринимают но там вот этого очень много они очень надменные очень высокомерные нередко так бывает что достаточно пренеближительно отзываются о других людях им важно производить впечатление и прям вот везде быть первыми главными самыми заметными то есть такой человек находясь где-то в пространстве если уж совсем там какая-то локальная такая задача роль не стоит этот человек просто не сможет не привлекать к себе внимание просто не сможет не тянуть одеяло на себя поэтому они что-то о себе рассказывают они что-то постоянно там просят требуют возмущаются по-разному но лишь бы были они причем они со своим мнением чтобы их слушались ими восхищались и действительно они могут они могут быть очень талант ну талантливые или в принципе достаточно неплохо устроиться в каких-то сферах деятельности то есть у них может быть вполне благополучное какое-то такое окружение которое ими очаровывается которое в них влюбляется которое намного и готова ради них и действительно для этого окружения не могут периодически с барского плеча какое-то внимание давать поддерживать какую-то иллюзию дружбы то есть их действительно многие любят учитывая что они еще всегда вокруг себя так какую цвету собирают многие в них влюбляются просто еще потому что это иллюзия звезды это иллюзия вот этой вот искусственной но не то что искусственная иллюзия очереди иллюзия востребованности так что они для многих действительно привлекательные в них могут быть люди долго влюблены не зная не понимая истинную суть а что касается отношений с близкими что касается домашней истории отношений уже вот с тем партнером или партнершей ну которые достаточно давно идут там холод равнодушие нежелание эмоционально вообще никак вот в эту историю вовлекаться там может быть даже так называемый бытовой инфантилизм там очень специфические отношения бывают что касается детей своих например кто-то из них да пошел по сценарию нарциссического расширения в этом либо ребенке любит себя самого любит продолжение себя самого кто-то вообще отрицает не замечает это пустое место для них то есть там тоже вариации есть вообще если вам интересна тема грандиозных нарциссов ну или других подвидов скрытых нарциссов перверзных пишите мы с вами еще разные грани разберем что касается ролей которые они часто занимают в обществе в близких отношениях это король королева хозяин хозяйка на звезда гуру небожитель или они могут какую-то функцию аля мать-отец транслировать но это опять же что-то такое знаете великое покровительственное там будет вот это вот значение вот это вот суть они не признают другого мнения не признают критики причем если там допустим скрытый нарцисс как-то там подобидится подзакроется то грандиозный нарцисс может в ответ начать жестко мочить обзывать ненавидеть мстить то есть там скажем так вот это вот скажем так проявленная история с тем что они не боятся выпячивать вот это свое я хотя конечно же это тоже отчасти искусственно созданный образ она это искусственно раздутое вот эта оболочка внутри там что такое сидит и понимаете поэтому человек так чувствителен критики человек так чувствителен к тому что пару секунд его ли ее не заметили или что на самом деле кто-то посмел любить кого-то другого потому что они сразу чувствуют свою уязвимость но в силу того что у них наработаны вот эти вот защиты когда они себя выпячивают когда они за счет этой демонстративности яркости такого как-то вот выезжают из всего этого действительно так получается что у них как-то получается в общем-то долго ехать в каких-то сценариях и даже неплохие результаты получать они любят свиты они любят вокруг себя вот это вот скажем так развести вот это вот истории и им звонят их ждут вот они любят какие тусовки в том числе за неимением то может быть какой-то качественной тусовки они создают количественную приглашает мне вообще людей абсолютно себе там не соответствующих лишь бы ими восхищались лишь бы каким-то образом да там на них реагировали они убеждены что им все завидуют что и все хотят что их все боятся то есть для них это вообще очень важно вот это вот поддерживаю то касается их странностей каких-то секретиков во первых они крайне тяжело переносят чужой успех и сам факт того что кого-то хвалят при них то может начаться резкое отрицание какое-то обесценивание агрессии они даже убежать могут из какой-то беседы с какого-то мероприятия просто да не видишь что хвалят другого у них их вот это вот царство искусственное разваливается и отсюда какие-то такие неадекватные абсолютно детские реакции когда даже вы не то что конкурента этого человека хвалите вы просто про кого-то рассказываете еще у них интересная особенность такая есть они проваливаются в ребенка старости в знаете как такие периоды когда может быть там кризис у них происходит когда они не вытягивают и раз вот они такие вот это такой знаете как будто бы чем-то похоже на инфантильное поведение на самом деле они просто так силы копят они так пытаются скажем так хоть за счет этого какое-то внимание к себе привлечь это точно меня любишь вот такой вот у них что-то может быть а сделай а я хочу то есть опять же это их разрощенная грандиозность и это показатели подтверждения того что они собственно так как детьми незрелыми и остались еще их особенности они знаете очень удивляются когда присутствующие говорят не думают вообще про них то есть они правда уверены что все всегда думают про них что если что-то произошло ну понятно это из-за них произошло это из-за их какого-то там решение из-за их какого-то события произошло то есть и для них дикость что вообще кто-то может там что-то про них не знать не интересоваться им кажется что все вот только их жизнь и мониторит и как-то пытаются к этой жизни приблизиться что ли их крайне корежит когда что ты им говоришь наперекор да просто высказываешь свое мнение потому что они так усиленно создают вот эту свою реальность и так яростно так жестко прям вот рулят в этой реальности вот этого можно это вам нельзя это вот будет только по моему что конечно же они просто любой инакомыслие воспринимают как вторжение они любят убеждать себя в некой сказке просто есть те грандиозные нарциссы которые проживают какую-то реальную историю у них есть результат а есть те которые живут фантазийных реальных каких-то своих фантазийных реалиях в какой-то своей вот этой вот несуществующей истории там так называемая отложенная грандиозность то есть они фантазируют о том что когда-то у них будут миллиарды что когда-то они там напишут какие-то великие картины ну что-то вот в таком духе и они действительно могут очень сильно завалиться вот в это вот фантазийный сценарий и с какого-то момента это вам будет казаться очень странно очень любят газлайтинг причем такой знаете газлайтинг грубые неприкрытый вот так было нет ты не знаешь ты не понимаешь ты больной то есть от них вот может но вот этого пойти они не терпеливо не считают нужным как-то хитрить где-то подстраиваться то есть крайне болезненно реагирует на тему внешности образа вот не дай бог кто что-то там не так оценил не так понял вот такие вот они грандиозные нарциссы очень тяжело с ними в близких отношениях в личной жизни холод равнодушие отношение к вам как свите как к обслуживающему персоналу это наверное вот краткое резюме по отношениям с ними пишите в комментариях друзья мои дорогие если еще какие темы вам интересны я вам напоминаю если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч